Многофункционально в медицинском центре на базе Центральной городской больницы Каспийска совсем недавно открылось отделение эндокринологии. Дневной стационар рассчитан на 16 коек, где люди с сахарным диабетом могут получить квалифицированную помощь. Отделение изначально рассчитано для пациентов с сахарным диабетом, ввиду того, что большая диспансерная группа наблюдающихся пациентов амбулаторно в париклинике и возникла необходимость получения стационарного лечения здесь же, в нашем городе, чтобы не у всех бывает возможность, время ездить в столицу, поэтому была необходимость именно для тех пациентов, которые наблюдаются у нас, лечение проводить стационарное, в том числе и здесь. В отделении проводятся коррекции и подбор сахароснижающей терапии. Как утверждает специалист, периодическая госпитализация нужна для любого диабетика вне зависимости от того, подобрана или не подобрана терапия. Также на базе отделения организована школа сахарного диабета для пациентов. Идет обучение принципа контроля сахара, обучение тому, какие должны быть сахара, обучение тому, как реагировать на снижение, повышение, как проводить профилактику осложнений, что является основной проблемой сахарного диабета. Пациенты утверждают, что рады таким изменениям. Ведь теперь, не выезжая из города, можно получить необходимую помощь. Помимо этого, они отметили чистоту учреждения, компетентность и вежливость персонала. Во-первых, очень чисто, очень красиво. Мне такое ощущение получилось, как будто я в Москве лежу, в больнице. Очень даже врачи и медперсонал полностью, начиная даже с врача, заканчивая даже с обслуживающего персонала, все внимательные. Я им даже прямо говорю, я говорю, ваше внимание нас лечат. Ну, сахарный диабет у меня уже лет восемь этим страдаю. А так, на инсулине уже третий год. Здесь я впервые до калинологии попала. Врач очень хороший. И здесь в палате тоже лежали, которые девочки тоже очень хорошего мнения. Говорят, помогло даже лечение, сахара понизились. Здесь все для удобства и комфорта. Палаты оборудованы санузлами, душевыми, зеркалами и многим другим. Помимо этого, для пациентов предусмотрен бесплатный обед. Анастасия Колесникова, Амарбек Гадзиев, Гаджи Гаджиев. Новости, телеканал Среда.